Для тех, кто смотрит записи, всем большой привет. Ну вот не ожидал, что меня аллергия застанет, поэтому, скорее всего, МКЛ у нас будет несколько скомканной. С вами Михаил, он же Майкер, 39 лет, goodgame.ru, замечательный сайт, чатик, здравствуйте. Я нахожусь в гостях у брата, в его замечательном доме. Здесь мини-компьютерный клуб, мы поиграли немножко в принца. И сейчас я с удовольствием вам расскажу о том, что было сделано за последние два месяца, для того, чтобы держать вас в курсе, во-первых. Во-вторых, скорректировать, возможно, план разработки, хотя он у нас, на самом деле, до конца ноября довольно плотненький. Но вдруг вы что-то порекомендуете. Сразу же хочу сказать, что как только у вас появляются мысли по ходу пьесы, постарайтесь не писать их в чатик, а направляйтесь прямиком в эту новость. Скидываю ссылочку на новость. Там есть комментарии, и мы традиционно комментарии разбираем вплоть до вторника, с следующей недели. Ну вот, предстоящей недели. То есть еще день-два точно вы можете абсолютно спокойно писать комментарии. Мы их прочитаем и какие-то добавим в задачи. Селектор смайлов. Как обычно, да, сейчас современный уже в чатике. Я стремлю от старшего брата за городом. У него наконец-то в этом году, у родителей тут неподалеку, и у него оптический интернет. Там, он сказал, 300 мегабит или, мне кажется, 300 или 350 мегабит. Короче, все замечательно. Ну, проблем с, по крайней мере, трансляциями нет. 500 мегабит, он сказал, 500. Нифига себе деревня Месоедово под Белгородом. В общем, каждый месяц, на самом деле два, проводим трансляции под названием «Меняемся к лучшему», на которых рассказываем, что было сделано за последнее время. Это я уже сказал. Отличный способ быть в курсе последних разработок, усовершенствий. Разработки, разработки прям такие классные. И поделиться мнением о том, что сделано хорошо, что можно улучшить. Не пропустите, не пропустили, молодцы. Во-первых, это, наверное, самая большая, не с точки зрения разработки, потому что это довольно простая задача, но с точки зрения шага дальнейшего вперед в светлое будущее, я надеюсь. Это новый раздел, называется «Смотры вместе». Новый раздел для совместного просмотра. На главной странице и в разделе стримов появился новый раздел с особыми стримами. Туда будут выводиться все каналы, на которых включена опция «Смотрим вместе». Я прям читать буду, потому что здесь вот прям выверенные, и Витя все нормально сделал. Наверное. В окне смены названия стрима игры. Это больше касается стримера и помощников. То есть у вас немножко поменяется окошко редактирования игры. Видите, привычное название стрима, привычные игры, привычные три последние игры, которые вы использовали. И появляется галочка, крестик, режим «Смотрим вместе». Эта опция обязательно для установки модератор будет следить. Если вы собираетесь смотреть с чатом кино, сериалы, аниме. Особенности. Включать и выключать новый режим можно в любое время без ограничений. В отличие от галки «Скрыть канал». Стримы категории «Смотрим вместе» не смешиваются с общей игровыми стримами. И существуют в отдельном блоке на главной странице. Я это уже вам показывал на самом деле. То есть после рекомендованных трансляций уже появился блок «Смотрим вместе». Пока включена опция «Смотрим вместе» нельзя сделать клип, не сохраняется запись стрима по понятным причинам, не накапливается рейтинг для получения премиум статуса. Код есть? Код ушел на работу. Да, смена. Смена. Он уночен. Ясно. Там такой код здоровый, этот. Мейн Кун. Да. Хотел сказать, манул. Нужен код. Ну да, код такой маленький, как собаку. Опция «Скрыть канал» останется на месте. Ее функционал не меняется. Но теперь использовать ее не обязательно для подобного контента. И немножко изменились правила, что можно стримить, а что и нет. То есть ознакомьтесь, пожалуйста. Напоминание для стримеров, которые хотят стримить кино, сериал или аниме. Если нам прилетает страйк, то мы вынуждены выключить стрим для разбора ситуации. Это правило работало раньше, работает сейчас. Но с уходом правообладателей страйки прилетают реже и реже. Этот раздел экспериментальный. Правила, фичи могут меняться. Очевидно, что совместный просмотр контента востребован у зрителей и стримеров удобным, полезным. Поделитесь мнением в комментах. То есть прежде чем вводить новый раздел, мы опросили стримеров, мы опросили некоторых зрителей. И выяснили, что если трансляции с анимешками, с кинцом, они не будут в общей выдаче игровой, то в принципе никто не против сделать его публичным. То есть мы их специально выделили в отдельную категорию. Учитывая, что правообладателей... Вы можете спокойно транслировать зарубежный контент почти весь без ограничений, потому что в России прав на этот зарубежный контент нет. А вот что касается русскоязычного контента особенно, ну, понятное дело, то его лучше не транслировать, потому что с высокой вероятностью прилетит рано или поздно страйк. И также помните, что на некоторое аниме, у некоторых сервисов телевизионных есть тоже права. На Битву Титанов, на какие-то еще анимешки. Вот. Но теперь, в принципе, вы сможете увидеть, кто что стримит. Там Акуджи постоянно, там то-то-то, Мэдисон. То есть здесь вполне цифры можете увидеть значительно больше, чем на главной странице даже. О, привлечение новой аудитории. Наконец-то, в 2023 году. Погнали. Рассылки. У нас очень много зарегистрированных пользователей, до полутора миллионов. Рассылки – хороший способ связи с нашими пользователями. Мы хотим доработать регулярные и специальные рассылки так, чтобы они стали интересны и полезны. Обновили, выкатили новую рассылку. О старте трансляции, подпишитесь на стримеры, включите рассылку, напишите в комментариях, как вам. Да, там было много мороки с макетами, там было много проверки с подписями, чтобы правильно доставлялось. Но вроде сейчас все работает хорошо. А какими мы в итоге хотим сделать рассылки? Полезными, без лишней информации. Интересные, что хочется на них подписаться. Без спама, флуда, в вашем почтовом ящике. Вполне вероятно, мы объединим еще рассылки об анонсах трансляции в одну утреннюю рассылку, чтобы у вас на почте не было разноплановых писем. Потому что если вы активный пользователь сайта, то скорее всего, у вас на почте по 10 писем от Гудгейма приходят с анонсами, трансляцией тех людей, на которые вы подписаны. Мы подумали, думаем, что все анонсы имеют смысл рассылать с утра. И тогда, ну там есть минусы, потому что если анонс, как я, например, человек делает за 15 минут до начала трансляции, то, ну и смысла в таком анонсе, на самом деле, маловато, то он, соответственно, не попадет в эту утреннюю рассылку. А так у вас будет что-то вроде фиксированного места и времени, когда вы получите одно письмо с расписанием на сегодняшний день. Со всеми теми каналами, на которые вы подписаны. Вот. Телеграм-бот сообщение на начале трансляции. Там есть прототипчик бота, но недоделанный. Есть такое дело. Кстати, у нас есть еще телеграм-канал, подписывайтесь в новости, тоже должна быть. А вот, кстати, телеграм-создали. Там как раз информация о интересных новостях, трансляциях и так далее. Партнерская программа. Да, продолжаем экспериментировать с внешним плеером. Партнерские программы. Добавили новый рекламный модуль от Яндекса, РСЯшка, подключили, который значительно повышает заполняемость. Внешний плеер работает на мобильных платформах. Но о партнерской программе я рассказывал достаточно много. Это в первую очередь касается, вот если вы администратор какого-то сайта, вдруг среди зрителей есть, там, кстати, парочка была, и они разместили этот плеер. Вы можете на своем сайте поставить окно с плеером, и туда будут выгружаться трансляции по какой-то игре или жанру, который вы сами выберете. И кроме того, что вы получите бесплатный контент с трансляциями, а мы получим, соответственно, каких-то новых зрителей оттуда, вы еще сможете получать деньги от показов видеорекламы. Сейчас, кстати, у нас еще идет прямая видеореклама с хорошим CPM. Реклама теперь корректно работает на мобильных платформах, и добавлено открытие интерфейса плеера. Я тороплюсь, потому что у меня прям горло сейчас сдавливает постоянно, прошу прощения. Витя, отдельный привет, здравствуйте. Да, программа телепередач. Тут не совсем каноничные, помнишь, мы еще брали ручку и подчеркивали, что во сколько, чтобы мультики не пропустить. Вообще прекрасно. Ну, такой формат, Паш, на самом деле, это от Вити пришла идея, он был очень сильно удивлен, что у нас там спамятся анонсы, и некоторые пользователи просили даже отдельную страничку с управлением. Но, возможно, такое изящное решение, когда тебе приходит такая, ну, все же любят дайджесты, да, такие, где коротко, по делу, один раз ты увидел, посмотрел, вот. У меня была своя программа с мультиками, я выписывал тебе тетрадку, а не портил, а-а-а, и продвинутый какой. Так, завезли собственный паблик в ТГ, да, подписывайтесь, там народу пока мало, но вот она, ссылочка в чатике, переходите, подписывайтесь. Лисориус тоже отдельный привет, здравствуйте, Михаила, здравствуйте. В основном занимался, Ильдар, написал, занимался системой подбора перов для Кэнди, а сегодня по Кэнди каратенечко поговорим тоже. Пофиксил генерацию превью для клипов, спасли сторож от того, чтобы он не развалился, заменив жесткие диски. Да. Ну, короче, L2 арки, я хрен знает, что такое, диски в Zpool, запретил рейндж запроса на видео превью, ну, все понятно. Говорят, снизил нагрузку на CPU на главной страничке. А, кстати, если вы жаловались, если у кого-то не тянул и загружался сайт очень сильно на главной страничке, должно быть лучше. Я обновил рестрим сервер с возможностью стримить на Kik. Kik новая платформа, не надо туда стримить. Зачем мы это сделали? Ну, ладно, хорошо. Да, раз просить. Так, мы меньше стали падать внезапно. За последние несколько месяцев, к сожалению, сайт лежал по разным причинам. Мы нацелены исправить эту ситуацию, предстоит еще много работы, но главная цель не падать при большом наплыве пользователей. Да, выкатили ряд изменений, которые направлены на решение этих проблем, но более качественные изменения еще впереди. Мы составили план для оптимизации на ближайшие месяцы, будем следовать. Это Витя писал все, он знает. Меньше начали тормозить. Слышим отзывы зрителей и стримеров, что сайт при определенных условиях начинает нерационально потреблять ресурсы. Как сказал бы этот создатель Starfield, у вас просто слабые компьютеры, обновите систему. А это особенно заметно на бюджетных. Пока странно у нас, пока бояре все состоятельные. Вот Дима даже не знал, что видяха есть, 30-70. Не, не по койку он купил в прошлом году. Но мне его Луныч помогал собирать, а я ему доверяю полностью, поэтому он с задачей справился. Да, Луныч молодец. Мы обнаружили причину и поправили проблему с нагрузкой, но не до конца. Ожидайте фиксов. Ждем, ребят. Так, держим больше пользователей на стримах. Что-то про конфетку, наверное. Тут Витя как бы теряется, потому что я сегодня хотел рассказать подробнее про P2P. Коротко, смотрите. Мы участвовали в прошлом году в конкурсе на получение гранта. На самом деле в двух конкурсах, на обоих выиграли. Но со второго конкурса у нас и еще у пачки компаний ВК благополучные деньги взяли. Я об этом тоже рассказывал. Неприятная ситуация. И мы до сих пор ждем от Эрфрита на развитие 50 миллионов рублей. Не факт, что дождемся. Но второй грант от Бортника мы получили. Там 17 миллионов рублей со финанс. И сейчас проект находится на завершающей стадии. Мы где-то 9,5 месяцев проработали. И до конца ноября этот проект зафиналим. Отчитаемся, все будет хорошо. Это решение, о нем я сто раз говорил. Это P2P решение для доставки контента. То есть, когда вы начинаете смотреть трансляцию, вы начинаете обмениваться данными со своими зрителями. Вот. И это мы еще делали лет 5 назад. Еще там Локич был. Еще старый офис у нас в Белгороде был. Даже мы хотели эту штуку купить. Вот. Но потом мы его из-за фейлили маркетинг, к сожалению. В ИК сменился технический директор, который сказал, что договор ничего не знаю, подписан, не подписан. Давайте заново тестироваться. И как-то мы переключились на Goodgame. А вот для того, чтобы получить какую-то дополнительную поддержку, мы подали, как раз его презентовали в Бортника. Вот. Что эта штука делает? Позволяет нам, во-первых, держать большую нагрузку. Я просто не помню, какой здесь... Какой здесь логин и какой здесь пароль. Потому что... И не факт, что я быстро найду. Сейчас, дайте мне пару попыток. Блин, хотел. У нас просто все уже готово. Нет, не получится. Друзья, к сожалению, я не смогу вам подтвердить, собственно, цифры, о которых буду сейчас говорить. И не смогу показать админку. Мысли две ключевые следующие. Во-первых, уже сейчас решение работает так, что вы качаете быстрее со своего соседа. То есть 100%. Ну, то есть точно быстрее. Процентов где-то на 20-25. То есть средняя там скорость 14 мегабит с P2P. CDN с нашего 11 мегабит. И того, и того хватает для того, чтобы исходные качества без проблем тянуть. Но лучше, когда быстрее происходит. И второе. Где-то порядка 60% трафика сейчас у нас... Хотя там есть что еще дорабатывать. Потому что автокачество плохо. Короче, там, скорее всего, будет до 80% трафика по P2P-шной сети проходить. Зачем я хотел упомянуть в очередной раз Candy. Мы сейчас ищем первых наших будущих партнеров-клиентов на безвозмездное тестирование. То есть это решение работает на Goodgame. Оно работает хорошо. У нас есть достаточно большое количество контактов с разными онлайн-кинотеатрами, сервисами, стриминговыми другими. Но если вдруг у вас есть кто-то знакомый или вы в какие-то хорошие контакты, поделитесь, пожалуйста. Вот, напишите на micersobaggoodgame.ru, потому что заходить в холодную гораздо сложнее. А решение реально хорошее. Оно поможет компании снизить затраты на доставку трафика. То есть они меньше будут платить за каналы и за сервера. Или если пользуются какими-то сторонними CDN-ами, меньше платить за CDN. И они повысят качество доставки трафика, потому что качается своего соседа быстрее, чем он. Витя скидывает локим, наверное, для Миши. Вон, у Вити 96% он с пилинга скачал. То есть вы можете зайти на какую-нибудь трансляцию, вот просто, да, открываете, смотрите, 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 смотрите ее. Потом открываете консоль. И вот это у вас P2P-рейт. То есть я кусочек там 46% скачал уже с P2P. Вот, и, ну, это число постоянно меняется. То есть что-то вы качаете, первые куски вы качаете CDN-ы, а потом начинаете качать с какого-то своего соседа. Оно работает. То есть эта штука уже работает. Поэтому решение классное, если у кого-то есть контакты, видеохостингов, стриминговых сервисов, там, где кинцо, где анимешки. Тем более сейчас они должны расти, потому что в России не будут уже сильно прессовать за пиратский контент, потому что представителей нет, большинства. Вот, переходим к редакции. Не читал я это. Без боев и багов выходят рубрики «Диванный кинофилс». Хоть у кого-то все без багов идет. Косплей с тримчанской «Good Meme Good Emotions». Не читаешь «Good Meme Good Emotions»? Раз в неделю, на самом деле, выходит она. Ну вот, смотри, это же... Да, ну это, слушай, я в этом уважаю в конфе, нахожусь, я все источники вижу. Окей. Эту штуку видел, да. У нас, кстати, была лицензия в Warcraft, и вот эта картинка, куда там была, там куча буков было с рисунками, с историей. Хардкорненько. Три диска было. Ты про вот этого, который в Москве купили, бокс. Боевой чест, сундук. Баттл чест, да. Что там, по ту сторону портала? Первый, второй. А, первый, второй по ту сторону портала. Так, это тот сосед, с которого качаем? Нет, он не сосед. Реально, может, с отцов, с отца. Да нет, это же может быть в рамках города. Может быть. Это может быть дальше. То есть, там не обязательно у тебя, если нет человека рядом. Может быть, в селе сидит и тоже смотрит. Стримчанский сейчас, да. Так, побывали в ЭК-фесте, в шатре стримфеста, поддержали Холи Форве, которую это самое заменяет, там, актеры звучания, бывшая стримерша, которая, да. Готовимся к интернешнл, оказывается, наши дважды отобрались, по итогам квала еще несколько. Запартнерились с Кубком культуры. Ой, это же турнир по старику будет классно, смотри, ой, логотипчики гудгейма будут. Там по старику, по второму, инициативная группа с Глайдом, там, я не знаю, других товарищей. Короче, он комментировал, он и комментирует Старков 2, и комментатором был на финале Чемпионат России, мы уже второй или третий раз с ним комментируем. Они по какой-то, ну, наверное, государственной, типа, с культуры, с киберспорт, получили бюджет и с хорошим призовым, там, типа, 250 тысяч, не доллар, рублей, будут делать мероприятие. И, кажется, первые квалификации уже вот стартанули только-только. Возможно, я постримлю какие-то из них, Глайд предлагал. Восьмой сезон вернулись Московский киберспорт, тоже другая организация, Федерация компьютерного спорта Москвы, есть Федерация компьютерного спорта России, есть региональная организация. Вот, Московский киберспорт — это проект, соответственно, ФКСМ, так называемая, Федерация компьютерного спорта Москвы. Вот, они стримят мероприятия у нас, насколько я понимаю, мы пишем анонсы об их мероприятии, жалко, что они не проводят на нашем турнирном модуле. Но, кстати, по турнирному модулю там, вроде как, весьма неплохо. Ну, Ages of Empire, Titan Quest, у Каби, проект Каби, помнишь, StarCraft, комментатор Каби из Питера? Каби. Каби Рейджа, Каби. Помню. Ну, вот он работает в компании, в которой они делают игру War Legends, и он организует турниры по War Legends. Ну, это номер один, но на самом деле не один, это, видимо, по рейтингу уже первый турнир. И из интересных турниров еще стартовала лига по XCOM второму. Тоже был удивлен, оказывается, по сети играют в XCOM второй, призовой фонд классный, и они где-то через недельку у них будет финал. Можно посмотреть, да. Да, но я не знаю, как они там это все балансят, за кого играют, но это не первый же турнир, там ребята, ну, должны знать уже от балансили. Первый XCOM только-только появлялся. Сетевой режим там был. Там был сетевой режим, да. О нем рассказывали, чтобы, получается, XCOM не появился, были дневники разработчиков, они об этом говорили. Вот. Но я так и не посмотрел. Окей. Так, и следим за крупнейшими турнирами по Warcraft 3 и Starcraft 2 турнирным модуле. Окей, следим. И ченджлог. Ребят, мы уже пришли к финальной, к финишной, короче, прямой. Здесь конкретно короткие изменения. Исправлены некорректные опции настройки уведомлений в новом окне, когда вы подписываетесь на рассылку о старте трансляции, но она не проходила. Добавлены капчи в места там, где необходимо, черт его знает. Где это? Исправлена ошибка, которую возвращала 404 при попытке пополнить ГГ кошелек. Кстати, напомню, что у нас появилась попытка, попытка, возможность пополнить ГГ кошелек. Если, например, у вас там зарубежная какая-то карта, вы хотите микротранзакции какие-то делать, пополняется сначала ГГ кошелек, а потом с него рассчитываете. С ГГ кошелька комиссия символичная, 1% всего лишь, чтобы просто средства там кто-то не гонял с одного счета на другой без, ну или не покупался бесконечные ключи, премиумы. Ну, короче, ладно, были уже такие прецеденты. Ну и, соответственно, у нас все способы оплаты, есть возможность поддержать зарубежные карты. Спасибо вам большое за то, что подписываетесь, поддерживаете, потому что вся экономика ГГ до сих пор строится главным образом на вас. Вот, уважаемые зрители, низкий поклон, все дела. Обновлен компонент календарь, это больше касается стримеров, потому что у них там календарь в аудитории, финансах и так далее, в анонсах трансляции. Исправлены визуальные баги при создании новых заданий. Исправлены некорректные ссылки на каналы в разделе подписки донаты. Доработана система приема платежей, когда эквайр не возвращал статус успешно. Это типа, когда вас донатили, но по какой-то причине статус не поменялся. Исправлена ошибка, которая не позволяла принимать донаты криптой. Исправлена ошибка, которая не позволяла удалить прикрепленную карту в окне доната. Вот об этом говорили на прошлом МКЛе, жаловались. Сделали более понятным текст подсказки, который видит пользователь, который когда наводит на опцию покрытие комиссии. Исправлено отображение премиум подписчиков в списке участников чата. Исправлен баг, когда фотография в новости летим на форуме закрывалась электросмайлов. Слегка увеличен размер раватарки стримера в новом канале. В футер добавлена ссылка на документацию по IP4. Оказывается, у нас документация по IP4 была внезапно. Исправлен баг, когда список предлагаемых игр при смене названия стрима был длиннее, чем необходимо. Когда список предлагаемых игр при смене названия стрима был длиннее. Ну то есть речь идет об окошке изменения игры. У нас окошко изменения игры тоже хорошее. То есть ты, наверное, не видел там новый канал у нас. Не видел. Так, это для стримеров. Как мне вернуться-то в черный список? Вид от зрителей. Во. Ну, во-первых, он под большие разрешения. Во-вторых, дизайн изменен. У тебя границ нет ни здесь, ни здесь никаких. То есть ты делаешь Alt-T, нажимаешь F11, убираешь интерфейс и все. Можешь вот так вот до сих пор чатик менять, вот так вот ставить. То есть на любом экране у тебя будет все хорошо размещаться. Добавились глобальные клавиши. То есть ты можешь стартовать, ты можешь делать мут, размут. Короче, фуллскрин, как на ютубе. Все глобальные клавиши, как на ютубе. Нагрузка на порядок меньше. То есть тут бэкэнд тоже весь переделан был. Кто делал? Начал локи, а заканчивали... Ну это долгострой такой был. Вот, и, например, редактировать название стрима. У тебя тут простое окошечко, и помощники могут... Ты можешь выбирать одну из трех игр, которые у тебя были до этого, наиболее часто используемы. Но я не говорю про то, что сохранились старые фичи из серии. Ты начинаешь вводить игру, тебе suggest, причем он подгружается с базы, который подгружается, регулярно обновляется. Да, не наша, а насторонняя. То есть тут по мелочам вообще до хрена всего сделано. Обратно, ну сколько времени с трансляцией идет, тоже полезная информация. Ее раньше не было, она не отображалась. Хорошо. Да, что тебе еще рассказать? Что тебе еще рассказать? Ну, плюс, наверное, не видел. А может, ты видел, что мы его переработали, он теперь у нас по тирам. Ты можешь подписаться. Самый минимальный плюс стал стоить всего 49. Да, да. Вот, можешь выбрать, какую хочешь штуку. В зависимости от того, насколько ты много подписался, у тебя разные дополнительные бонусы с разъяснениями. А если ты хочешь, в принципе, поддержать разово товарища, вот 7 сентября, ты пишешь комментарий, выбираешь сумму и отправляешь. Это все в истории сохраняется. Отдельное спасибо тем, кто подписывается на ГГПлюс, потому что это вообще прямая поддержка сайта. То есть все, что вы тратите на ГГПлюс, мы ни с кем, получается, не делимся. Вот, ну, я имею в виду, ревень и шер у нас нет со стримерами. Кроме государства, налоги. Да, ну, у нас хорошая ситуация в плане налогов. Поэтому скинул ссылочку на плюс, посмотрите, может быть, вы там что-то себе присмотрите. И давайте посмотрим в новости. Я не очень хочу в комментарии лезть, потому что мне уже горло начинает у... Да. Да, подписывайся на плюс, поддержите ГГП. Отлично. Еще раз напоминаю, что сайт, который мы с вами, блин, пилим уже с 2008 года, он, ну, медленно, но верно, становится все лучше и лучше. Понятное дело, что у нас не такие ресурсы, как у некоторых, но некоторые тратили значительно больше и без... без каких-то серьезных, возможно, результатов долгосрочных. Вот. Самое главное, что... Мы постараемся, короче, продолжать хорошие эмоции приносить, делать контент. Стримерам большое спасибо. Товарищам, которые работают на сайте. Благодарность. Все, Дмитрий. На последок, хочешь что сказать? Это Дион. Это старший брат. Просто всем хорошего настроения, здоровья, всего самого на лучшее. Что, 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 я этих людей даже не вижу. Вот, поэтому я к ним... Да, смотри, Фибоначчи, ты его знаешь. Да, Фибоначчи знаю. Фиба, да, мы с ним общаемся регулярно. Современного знаю. Современного знаю. Всех, да, ты прав. Многих знаю, да. Ну, ребята, спасибо, что пришли. Посмотрели, как мы страдали у Принца. Вот. Я надеюсь, что мы его пройдем. Может быть, ну, наверное, не на стриме. Ну, смотри, я в декабре приеду, и... Да, приезжай. Давай. Спасибо еще раз, друзья. Хорошая интернет, как видишь, не падает. Да, интернет. Надо, кстати, спид-тест сделать, посмотри, что... Да, друзья, я приеду во вторник, и... Приеду во вторник, и... Скорее всего, со среды будет у нас возобновление полноценных трансляций. Поэтому держитесь. Вторник уже послезавтра. Да, все хорошо здесь у тебя. У тебя роутер 100 мегабитный, видимо, или что? А, зайди на обычный спид-тест. Ну, я хочу, да, все равно до Москвы. А, Ростелеком, там вообще стык может забит быть сейчас с утра. Такое впечатление, что у тебя 100 мегабит просто заходишь сюда. Да, у тебя на роутере соточка. Нет? Возможно, обрезали. Ну, это роутер 100 мегабитный, у нас были к ним вопросы, до сих пор остаются. Все, хорошего вечера. Переходите на другие каналы. Спасибо вам за внимание. Всего... Все, всем пока.